Добро пожаловать на мой первый влог. Меня зовут Диляра. Я только ступила на этот прекрасный путь влогинга. И я буду очень признательна, если ты поддержишь меня, нажав кнопку лайка. А может, даже подпишешься, если тебе это откликнется. Твоя поддержка многое значит для меня. Я не могу дождаться пойти в это путешествие с тобой. А это приключение с одним большим поворотом. Сядь поудобнее, потому что это не типичная история, путешествие. Да, мы приземлились в Испанию с планами, документы, достопримечательности и весь этот джаз. Но жизнь, будучи комедией, приготовила для нас другой сценарий. Просто скажу, что это приключение из обычного перешло в уникальное, быстрее, чем ты скажешь. Паэлья. А здесь я начинаю извиняться за свой английский, потому что именно на нем я решила записывать свой влог в первый раз. Наше маленькое путешествие стартует в Сербии. Романтическая музыка играет в моей голове. И моя рука в твоей руке. О, как это мило. Как обычно, моя первая миссия в аэропорту – это найти полезный перекус. В этот раз в аэропорту не оказалось горячего чая, и я пила горячую воду. Никому не советую. Знаешь, мимо чего я никогда не могу пройти мимо? Это мимо классных тканей и запахов. Понюхала, потрогала все. Добавила последний штрих. И мы готовы к взлету. Игры на борту – это отдельный вид удовольствия. Особенно, когда у тебя есть коварный козырь в рукаве. Вид из этого окошка – о, боже, это как напоминание о свободе. Сейчас давай, давай, давай. Мы приземлились. О, боже, я так счастлива. Я просто счастлива здесь. У меня были большие планы на эту поездку. Мы только заселились, и мне уже нравится это место. Оно такое минималистичное. Особенно мне нравится ванная. Я вообще считаю, это главная комната в любом доме. У меня абсолютно нет слов описать, как я счастлива вернуться в Испанию. Но реально слов нет, от ни эмоций. Знаешь, про Барселону говорят, что этот город – Баркселона. Потому что здесь много песиков. Первое кафе, в которое мы зашли, оказалось таким сюрпризом. Посмотрите на этот русский салат. Вечер был теплым, и можно было уловить в воздухе это ощущение счастья. Моя любимая часть – принятие ванны. Дома у меня шестиступенчатый уход за лицом, но когда я путешествую, мне нужны всего лишь четыре. Да, четыре шага. Это для снятия макияжа. Умывалка, крем для лица. И остальные этапы – это любая маска. Маска для лица, имею в виду. Мы случайно зашли на рынок, и он такой изобильный. И еда здесь – просто сочный рай. Маска для лица. Обожаю присматривать новые вещи для будущего дома. И этот лук – ну просто розовый писк. Потрясающе. Здесь очень много приветливых, улыбающихся людей. Обожаю Испанию. Думаю, Барксилона – это не только город пёсиков, но ещё и мотоциклов. Их здесь очень много. Я думаю, мы не будем гулять здесь много, потому что мой муж чувствует себя не очень. И это тот момент, когда наши планы поменялись. Используется в городе. но мы не унывали почему ну посмотри на эти тени на эти стены я думаю это лучше супермаркет который я когда-либо посещала качество цена приветливые люди мы решили остаться в отеле пока мой дорогой муж не почувствует себя лучше наступал вечер и мы смогли немножко прогуляться и И знаешь что, нет ничего лучше горячей кружки чая, Сделанный приветливыми людьми. Я просто мечтала увидеть Саграду фамилию. Вообще, кто не мечтает увидеть такой шедевр? Когда я путешествую, у меня очень ограниченная косметичка. И я использую только консилер. Моя любимая часть... Не знаю, но как-то я сейчас покажу. Затем я дублирую свою подводку. И делаю ресницы. Губы. И это та же самая помада, которую я использовала для румян, глаз. На следующее утро мы позавтракали недалеко от отеля и вернулись в номер. Привет. Сейчас 5 часов вечера и я спала весь день. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, это принять это и наслаждаться. Я только что поняла главную вещь. Здесь другие люди, другой контекст. И это новый опыт в новом контексте. И это бесценно. Так же, как знание языка. Все возможно. Кажется, будто ты всегда идешь по парку. Ты постоянно с деревьями, рядом кафе, бутики, никаких дорог, препятствий. Все такое удобное. И несколько раз мы заказывали такси и у нас не было проблем с трафиком, пробками. Они сделали это потрясающе. Я имею в виду всю систему. И вот вечером недалеко от отеля мы остановились в этом интересном парке. Он маленький. Он пахнет. И здесь попугаи. И мы вернулись в отель. Важная вещь, из-за которой я чувствую себя так уверенно, это потому что у нас хорошая страховка. Я думаю, мы не будем ее использовать, потому что мы ходили в аптеку, купили лекарства. И оно помогло. Но это просто приятно осознавать, что если что-то пойдет не так, мы получим помощь. Мы решили продлить наш отель еще на день, чтобы спокойно подготовиться к ночному полету. и это было очень удачное решение. И это было очень удачное решение. А также официантки здесь такие приветливые. Это не быстро, это медленно, в европейском стиле. Такой релакс, чилл, как наше путешествие. Я даже начала думать, что я тоже заболеваю, потому что это следующий логический шаг, верно? В конце этой непростой ситуации я обнаружила, что полностью погрузилась в город, в его ритм. Но как же удивительно, насколько порой поворачиваются события. Я на 100% уверена, что это именно те эмоции, которые помогли мне остаться здоровой и сильной. Илона навсегда останется в моем сердце интересным, бесценным опытом. Все это напоминает мне о том, что это не про точку на карте. Это про то, с кем ты, какими людьми ты, с этими приветливыми людьми, со своим дорогим, любимым. И ваше качество человеческой душевной связи. Другими словами, любовь. 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 Продолжение следует...